здравствуйте товарищи сегодня мы покусимся с вами на животрепещущую тему про цвет изначально это был задумывалось это все и будет продолжаться как класс про цвет фотографии но на самом деле вот это вот то что написано на слайде эстетика цвета она может применяться и видеографии я имею виду принципы поведения цвета художественного и в каком-то дизайне и во всем где цвет в принципе играет какую-то роль этот класс очень сложный для меня потому что он фактически антинаучен и художественный цвет и восприятие этого художественного цвета это вообще про наше ощущение приятные или неприятные все люди разные и вот это вот нравится не нравится она достаточно плохо описывается какими-то условно научными критериями то есть можно об этом во всем рассуждать найдутся обязательно специалисты которые скажут что есть художественный цвет можно расписать на математику я этому не верю я с вами сегодня начну делиться не какими-то постулатами а исключительно какими-то принципами и закономерностями которые были пропущены мною через меня же в ходе некоторого получения некоторого опыта ну в ходе практики в ходе работы на каждый из сказанных принципов можно будет найти 200 тысяч исключений и таких ситуаций где этот принцип не сработает но в подавляющем большинстве этот принцип можно будет применять этот класс является стартовым в цикле классов по цвету мы сегодня с вами разберем теорию то есть какие-то общие понятия общие кейсы общие кнопочки сегодня про кнопочки тоже будет достаточно много и потом мы с вами проведем еще несколько классов которые будут отпочковываться от этого и в следующих классов мы будем брать одну серию сюжетов и рассматривать пилить ее уже в качестве практику мы ну например цвет в фотографиях сделанных в лесу в парке где угодно и цвет в фотографиях сделанных в городе это абсолютно две разные темы в том смысле что и там и там цвет будет подчиняться каким-то одним законам но это две большие одесские разницы поэтому будем брать в последующих классах какие-то более менее распространенные сюжеты и уже препарировать их к тому времени уже имея багаж который получим сегодня простите за такое скомканное введение но примерно так все дело будет обстоять итак мы с вами начинаем и начнем мы с вами с каких-то базовых понятий которые нам понадобятся для понимания всего что с цветом происходит сначала будет много болтовни во второй части пойдут кнопочки понятия контрастов наверняка многие из вас может быть даже практически все понимают о чем идет речь когда я говорю про контрасты но есть точно некоторые люди которые не до конца понимают о чем идет речь поэтому мы это дело введем контрасты это любые разницы мы с вами сегодня дойдем до цветовой хроматической теории йоханнеса иттана и вот в частности в соответствии с ней если я не ошибаюсь то есть по фэншую так сказать есть семь основных типов контрастов на самом деле на самом деле и гораздо больше но давайте разберем вот эти вот фэншую на и 7 надо также сказать что из этих семи контрастов наиболее востребованы штуки 34 остальные сбоку припеку хотя тоже разумеется есть контраст 1 я вам буду писать потому что когда пишешь говорят что лучше воспринимается запоминается первый тип контрастов это контраст яркостный яркостный контраст это то что работает в черно-белых фотографиях вот здесь посветлее вот тут потемнее сепия уже не черно-белая фотография цвет имеется все бежевенькая но тут посветлее бежевенький а тут потемнее бежевенький это яркостный контраст то есть какие-то части изображения пиксели отличаются по параметру светлее темнее все просто это самый знакомый всем тип контрастов второй тип контрастов это контраст цветовых тонов желтее зеленее краснее синее фиолетове то есть различия по параметру хью если говорить про корректирующий слой хью сатюрейшн да то вот вообще цвет если отделять его от яркости бьется как раз на оттенки хью и насыщенности сатюрейшн то есть пиксели могут обладать одинаковой яркостью одинаковой насыщенностью но разным оттенком этот желтый зеленый различия по цветовым тонам ну и 3 как вы наверное уже догадались это насыщенность вот эти две штуки объединяются в режим наложения color который бьется в свою очередь на режим наложения хью цветовой тон и сатюрейшн насыщенность значит все возможные цветовые тона и насыщенности очень легко посмотреть в отрыве от яркости в лабе мы с вами сегодня к лабу будем обращаться много раз это так называемая плоскость цветности это срез цветового цилиндра представили себе цилиндр и этот цилиндр вот таким вот обран как стопка блинов нарезан на срезы вот это центральный блин средняя яркость верхний блин будет точно такой же только очень светлый очень 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 светлый и выглядеть он будет ну примерно вот так то есть все те же самые хью и сатюрейшн только lightness яркость будет больше ну и соответственно нижний блин в этом цилиндре это все то же самое только в тем то есть снизу вверх увеличивается яркость и по центру идет нейтральная ось нейтральная значит бесцветная значит оттенки серого от черного до белого вот срез нейтральной оси четко посерединке тут насыщенность нулевая и к периферии эти оттенки проявляются то есть насыщенность растет хью у нас с вами находится по циркулярной оси если можно так выразиться да то есть любой сектор вот этого круга условно обладает одинаковой насыщенностью то что равно удален от центра вот это один хью сектор вот это другой хью сектор и так далее соответствующим образом вот это все хью оттенки вот это все насыщенность чем дальше от центра тем выше насыщенность этим контрасты не ограничиваются это hsb контрасты до h оттенок с сатюрейшн насыщенность by brightness яркость нас с вами сегодня будет интересовать разница между и ческей и ческей и ческей и ческей концептуально это все одно и то же но в расчете финального цвета там используется немножко разные формулы он так или иначе эти цвета описывают одну и ту же систему эти цветовые модели четвертый тип контрастов это контраст температур соответствующим образом контраст температур вообще по идее это канал by лаба в канале by лаба живет в светлой части желтый цвет в темной части синий цвет это ползунок темприча при раф конвертации по сути и по сути температурный контраст реализуется положением тех или иных деталей вот на этой прямой от желтого к синему вот этот цвет холоднее чем вот этот хотя оба в общем-то синенькие один теплее потому что ближе к тому полюсу другой холоднее потому что дальше от того полюса ближе к другому полюсу сказать какой цвет теплее вот такой вот фиолетовый или вот такой вот синий зеленый довольно таки сложно в том смысле что они не такой а например вот такой и вот такой да то есть они находятся на этой оси примерно на одном месте сюда приходит вот поэтому все таки это желтый синяя ось значит температурный контраст кто теплее кто холоднее понятие относительно температура всегда оценивается в контексте вот такой вот цвет но можно сказать что в абсолютном понимании он холодный но он будет теплее чем вот такой вот то есть мы определяем холодный или теплый только когда видим рядом что то как в общем то и с любым другим типом контраст то есть контраста это штуки навсегда парные дихотомичные не могут быть оценены без контекста невозможно понять что есть свет если не знать что такое тень следующий тип контрастов это контраст симультанный симультанный контраст можно очень легко описать следующий картинкой так какого цвета можно платье вбить но давайте клубнику возьмем вот этим вот изображением он она достаточно баянная но тем не менее прекрасно совершенно иллюстрирует что такое симультанный контраст значит клубничка кажется красный но если мы возьмем пипетку и промеряемся то она и будет нифига ни разу не красный а будет иметь оттенки далекие от красного как вы видите но кажется она красный почему потому что она погружена в комплементарный красному циановый оттенок то есть клубничка здесь если промеряться пипеткой близка к серому это очень мало насыщенные циановые какие-то пикселя серенькая если нейтральные то есть близкие к серому объекты помещены в довольно крупный по масштабу насыщенный фон то эти серенькие объекты начинают казаться противоположного цвета чем фон противоположные цвета точно также на плоскости цветности можно посмотреть то есть как каким цветом у нас заливка происходит циановая вот на этой фотографии ну вот каким-то таким значит через центр смотрим комплементарно этому цвету вот такой у красный rgb каналы это тоже комплементарные пары с физической точки зрения красный циановый зеленый мадженто желтый синий небо синяя трава зеленая да всем все понятно спасибо к это симультанный контраст я лично этим контрастом особо сильно не пользуюсь но есть он и есть есть такая особенность нашего зрения ну я ее учитываю но именно как рабочий инструмент использовать симультантый контраст фотографии но мне не доводилось чтобы прям вот работать этим типом контрастов шестой тип контрастов это контраст комплементарных цветов собственно то есть он выносится в отдельный тип контрастов не не совсем понятно почему он выносится в отдельный тип контрастов но по феншую так пускай и так будет. Комплементарные цвета еще раз, это цвета, которые находятся друг напротив друга. Мы на самом деле когда рассматриваем плоскость цветности сейчас, мы рассматриваем физический, оптический спектр. Все то, как происходит в природе. Художественный спектр, художественный цветовой круг чуть-чуть по-другому выглядит. Мы к нему приблизимся чуть-чуть попозже, когда уже будем смотреть гармонические сочетания по этому. Но так или иначе, комплементарные цвета, это цвета, которые находятся друг напротив друга, то есть максимально разные. Диаметрально противоположны. И седьмой тип контрастов, это контраст по площади. Какой цвет, сколько площади занимает? Огромный зеленый газон, маленький красный мячик. Вот вам контраст по площади. Вот эти семь типов контрастов. На самом деле, не только они. С композиционной точки зрения есть еще куча других типов контрастов. Контраст по форме, например. Ну, как бы это, девочка в каком-нибудь платьюшке с рюшечками, в каком-нибудь цветочном узоре, где все эти цветочки как-нибудь вот так вот заворачиваются, они все такие кучерявые, и сама девочка кучерявая. Но стоит она при этом на фоне урбанистического из стекла и бетона с совершенно четкими и перпендикулярными и параллельными линиями пейзажа. Получается конфликт форм. Тут кучеряво, природно, все округло, а там все четко и я. Вот такой контраст тоже есть. Об этом вы можете послушать у Андрея Изи Игарника в классе, который тоже называется цвет фотографии. Композиция фотографии, простите. Вот. Так или иначе, на любой фотографии все, что складывается в итоговый, в результирующий цвет, раскладывается на эти семь типов контрастов. Нам надо будет с вами анализировать все эти типы контрастов для того, чтобы понять, что с фотографией не так, как ее можно улучшить, как можно поработать этим самым цветом. Продолжение следует...